Кто-то пашет за гроши. Только не сломай голову! Кто-то зарабатывает миллионы и миллиард. Почему? Они-то ездят на крутых тачках, а у меня этого нет. Так, можешь меня за грудь не держать? Что было дальше? Американец выезд из ниоткуда. Я думаю, что пахнет паленым. Слышно, как жуки-караеды поедают этот дом. Помесить грязь. Ребят, это достаточно нетипичное видео на моем канале, как вы поняли из названия уже. И кто меня смотрит давно, знает, что я частенько снимала молодых людей с профессии сын и жизнью дорого-богато. Чтобы многого добиться, надо просто правильно родиться. Но сегодня я покажу вам человека, который сделал себя сам. Так что присаживайтесь поудобнее. Сейчас будет полезняка для тех, кто прямо в этом моменте делает себя сам. Сегодня мы поговорим о том, как пересесть со стула на последний G63, как работать мало, но зарабатывать много, и почему кто-то пашет за гроши, а кто-то зарабатывает миллионы и миллиарды. И советую досматривать это видео до конца, потому что в конце мы разыграем несколько ништяков на сумму 300 тысяч рублей. Погнали! Знакомьтесь, это мой знакомый Артур, предприниматель и бизнесмен. Let's go! Всем привет! Турбо-салют! Расскажи, пожалуйста, свой путь из деревни в Гелик за 25 миллионов рублей. Как начинался мой путь? Я простой парень из небогатой семьи. Я стоял на светофоре в автобусе или в маршрутке. К светофору подъезжали ребята на заряженных тачках, и у меня было недоумение. Что за фигня? Почему они такого же возраста ездят на крутых тачках, а у меня этого нет? И я как бы постоянно искал ответ на этот вопрос, искал какие-то возможности, как можно поменять свою жизнь. Давай так, какие были варианты? Были варианты жениться на богатой женщине? Вариант, да. Вариант, да, но мне всегда как-то тяжело было общаться с девушками, я стеснялся. Не вариант, короче. Дождаться какого-то наследства, но сколько ждать? Лет 40 было, пришлось. Ну и там выиграть в лотерее. Все остальные варианты, мне кажется, какие-то противозаконные. Сколько у тебя было на момент, когда ты был, грубо говоря, в локации деревни? Переехали мы сначала в пятом классе из города в деревню. Прожили там 3-4 года. Потом у родителей образовались очень большие долги. И мы продали квартиру и снова вернулись в деревню. Там на остаток денег, которые у нас были, купили дом. Такой старый разрушенный дом. Зимой в нем невозможно было находиться. То есть вы спали, грубо говоря, в кухове? В одежде, в одежде с обогревателями. А ночью, когда спишь, слышно, как жуки-караеды поедают этот дом. О, Господи, это прям какая-то сказка о девочке со спичками. Еще постоянно был запах того, что гниют нижние венцы. Вот, но слава Богу, это в прошлом. Я построил для родителей крутой, офигенный дом. И, ребята, всем рекомендую от души испытать это чувство, когда вы дарите родителям дом или же автомобиль. Их радость, их счастье, ну, это бесценно. Что мы будем сегодня делать? На что ты меня вытянул? Слушай, тут вот есть штука для грязи, а здесь есть штука для скорости. Ваше предположение? Пишите прямо сейчас в комментариях, что там может быть в этом прицепе и в этом фургоне. Но что-то очень такое любящее помесить грязь. Давайте делать распаковку. Пойдемте. Я знаю, как вы это любите. Короче, у меня два аппарата. А, это твои, да? Да, оба. Нет, нет. Скажи, сколько этот стоит и сколько тот, который в фургоне? Этот новый стоит 2 900. Я взял двухгодовалый за 1 600 000. А тот новый стоит 1 000, я за 1 000 его и взял. Но в него еще вложил 350. Эти наводки вам дали какие-то, может быть, подсказки? У вас начала вырисовываться картинка в голове? Есть еще одна подсказка. Давай. Это Канада, тот Россия. А можно я посмотрю, можно я посмотрю? Так, аккуратно, одним глазком. Ух, ешки-мозрежки, там реально что-то интересное. У меня прям предвкушение вырисовывается. Я прям чувствую, что мы сегодня нормально помесим. Ну, не грязь на сугробы, точно смешаем с грязью. Я понимал, что нужно запустить бизнес, а для того, чтобы запустить бизнес, что нужно? У всех в голове есть декорации. Надо инвестиции, бизнес-план, открыть помещение, закупить оборудование, закупить товар и повесить главную вывеску, мы открыты. Но я как бы сделал все точно вот по этим декорациям, привлек инвестиции полмиллиона рублей. Был знакомый, который занимался перепродажей тачек. Я ему рассказал про свою идею, что хочу запустить покупку, продажу, ремонт сотовых телефонов. Он в меня поверил и дал мне эти деньги. Проблема в том, что деньги, которые мне приносила эта точка, этих денег хватало на то, чтобы платить там за аренду, на проезд, на жилье. Короче, одну работу на предприятии я поменял на другую работу. Которая также не приносила денег. Да, ну типа машиной, квартирой там не пахнет. В итоге я закрываю этот бизнес, продаю все и у меня остается там только 100 тысяч рублей, потому что все продал я уже как бушное. И еще, наверное, отдал долг своему другу. Нет, откуда? Вот из 500 тысяч у меня осталось только 100. Было большое количество таких вот предпринимательских попыток и отец как бы все это видел и говорил, ну ты бы давно бы отработал там год на заводе и уже бы купился там ВАЗ-2112 за этот год. То есть, грубо говоря, ты родился бедным, лучше оставаться бедным, не высовывайся, да? Ну типа того, да. Он не верил там в мои какие-то попытки, в то, что может что-то получиться. Я уже переехал в другой город и не было денег там ни на проезд, ни на еду. Я думаю, блин, что делать? Пойду под работу игрушечеком. Развестил рекламу на Авито, мол, грузчики ищут работу. И ночью мне звонят и говорят, надо срочно приехать перевезти игровой автомат. Зову с собой несколько парней, мы приезжаем, перегружаем эти игровые автоматы и нам платят деньги. Я тогда что-то за эту ночь заработал полторы тысячи рублей. У меня в голове переклинило, типа, прикольно, а можно же оказывать эти услуги. Так я запустил услугу грузчиков, промоутеров, которые раздают визитки, листовки по почтовым ящикам распространяют. И это было, наверное, лет в 20. Так я зарабатывал тысяч 20-40. На эти деньги купил тебе первый айфон, и ты был еще 5, 5С. Что в контейнере? Что в контейнере? Короче, это квадроцикл БРП, канадский. Очень скользко, очень скользко, ребят. Что, можно пустить? Короче, этот БРП я использую для скоростных покатушек. Если говорить про дороги, про поля, развивать скорость 100-130 км в час. А вообще, насколько комфортно ехать на такой штуке 100 км в час? Мне кажется, ты просто такой едешь, у тебя развиваются эти щеки вот так, как у бульдога. Они в основном гоняют по лесам, по полям, и в лесах скорость у них 60-70 км в час. Слушай, ну это серьезно, прям, боевая техника. Блин, ну я хочу уже, давай, выгружай своего этого зверя и поехали. Ах, у Артура, у него какой-то более новый аппарат. Все, подожди, а стелс это... Это Россия. То есть они производят не только велики, но еще и квадрики? Да, конечно. У меня инсайт реально. Снегоходы, квадрики у них, велосипеды. Вообще удовольствия от рождения от этой техники сильно больше. Этот оборудовали специально под грязь, здесь стоят 30-е колеса, 12-е диски. Здесь вот есть буй от корабля, вот он такой большой. И когда ты на нем заезжаешь в грязь, он как бы его поднимает. Приподнимает. Да, и ты спокойно на нем выплываешь. А он полностью переоборудован, есть вынос радиатора. Это радиатор, да. Да, чтобы грязь не забивался. Короче, можно было прям такой же проект собрать из этого, но сейчас на них очень мало запчастей, а они часто ломаются. Не важно, что тот, что этот. На этот можно поехать, купить запчасти, вернуться в лес, отремонтировать. А этот придется вытягивать. Я запустил услуги промоутеров, грузчиков, разместил рекламу. Ко мне обращались клиенты. Я находил студентов, которые эту работу выполняли. Мне там клиенты платили 350 рублей, а студентам я платил 200 рублей. У меня оставалось там дельта 150 рублей. И это приносило типа 20-40 тысяч рублей на тот момент. Потом я подумал, почему бы по такой же схеме не запустить продажу каких-то товаров. Нашел поставщика, у которого есть пиломатериалы. Подошел к нему, спросил, не против ли он того, что если я буду приводить к нему клиентов, он мне будет платить комиссию в размере 10%. Он дал добро. Я выступал как агент. То есть у меня не было товара. Весь товар был на стороне поставщика. На моей стороне только реклама и продажа. То есть как любая торговля, в принципе, механизм один и тот же везде. Посредник, как лицо, которое продает товар и производитель. Да. И по такой схеме тогда лет в 20 вышел на доход 1150-200 и купил уже первую иномарку Opel Astra. Ничего себе. А если ты сейчас вернешься обратно и сделаешь разбор над ошибками твоего первого бизнеса с сотовыми телефонами, что ты скажешь себе тогдашему? Ни в коем случае никогда, никогда нельзя запускать бизнес с деньгами. А как тогда делать? Ну вот смотри, я нашел поставщика, у которого есть товар, настроил рекламу, мне звонит клиент. Я говорю, да, товар есть в наличии. Клиент приезжает к поставщику, совершает покупку и поставщик делает мне, скидывает мне мою комиссию. Но ты же все равно тратишься на рекламу. Это как вложение считается? То ли тебе вложить в рекламу 2-3 тысячи рублей, то ли тебе вложить хотя бы 100-200 тысяч рублей в закупку товара. У кого нету 2-3 тысяч рублей для того, чтобы протестировать какую-то нишу, сделать первый заявок. А, то есть тебе не нужно закупать товар, какую-то оптовую, какую-то партию, чтобы ее протестить. Ты можешь сразу связать производителя и клиента и забрать свою какую-то маржу с этого. Абсолютно. Интересно. Так, мы виделись с Артуром, когда были сугробы, но я вот уже иду в майке, мне абсолютно не холодно. И тут мне Артур, короче, пишет. Ангелина, я купил себе новую лайбу. Как мы разговаривали с Артуром, он хотел себе покупать либо McLaren, либо что еще ты хотел? Хуракан. Хуракан вообще, и тут вообще американец выйдет просто из ниоткуда, как говорится. Как это получилось? Почему именно C8? Ну, я общался с ребятами, хотел заказать себе либо Хуракан, либо McLaren. Сказали, ценник огромный, типа они там сейчас 24-23 миллиона стоят и ждать очень долго. И они говорят, что у них сейчас есть очень выгодное предложение. 9800 вот за эту машину выдавалось с пробегом в 5000 километров. А ты знаешь, сколько они в Америке стоят? Я не знаю, сколько они стоят в Америке. В России первая цена 13 миллионов. Я забрал за 9800. Они в Америке стоят 4-5 миллионов, чтобы вы понимали. Но это вот как раз вся прелесть американцев. Блин, но это, наверное, хорошая цена. И буду делать из нее проект очень интересный, стильный. Я не знаю, рассказывать сейчас не рассказывать, в какой цвет она будет. Не, давай, давай. Это еще один повод подписаться на Артуру, потому что об этом ты будешь рассказывать у себя на ютубе в том числе. Я уже заказал классные тапки. Я заехал сейчас в БГТ. Мы определили цвет. Я буду перешивать полностью салон. Будет много карбона. Короче, проект получается очень интересный, стильный. И он получается еще и как кабрик, да? Офигенно. Жесткая крыша, она руками надо снимать и складывать в багажник. Как в этом, в корвете 3-м, помните, который мы снимали у Вадима, который пра-пра-прадед этого корвета. И там точно так же ты снимаешь крышу и кладешь ее куда-то в багажник, да? Да, да, да. Блин, ну это классно. Но это, знаешь, есть какой-то вот в этом какой-то раж такой. Прикольно. Чего, покатаемся? Да, гол. Я за. Ты сделал бизнес, связанный со стройматериалами. Что было дальше? Я такое подумал, а почему бы не попробовать продать этот бизнес? Я выставил он на Авито, тогда за миллион рублей. И приехали две девчонки, им понравилась эта вся идея, они купили этот бизнес за миллион. После этого я запустил продажу шуб. Помнишь, были такие шубки из песца тренда? Которые еще были как гусеницы, вот такие вот нарезные какие-то непонятные кусками. О, господи, это брус какой-то, да, помню. Но это было в тренде. Они стоили еще относительно каких-то других шубов, да, недорого вообще. И тогда тоже я запустил продажу таких вот шуб почти по такой же модели, но я выкупал то, что заказывают мои клиенты. То есть, допустим, девочка заказывает шубу такую цвета шоколад, там, 42-го размера. Я иду ее покупаю и отвожу, делаю доставку. То есть ты сам своими руками, там, своими ногами все это делал, без посредников, как бы у тебя не было кадров, которые работали под тобой. Ну, это было 10 лет назад. Это я ездил, там, на ВАЗ-2111. У меня была битком забитая машина этими шубами, и я с утра до ночи гонял на доставке. А потом уже понял, что есть, как бы, позиции, которые чаще всего покупают. И вот здесь вот уже логично закупать товар и вкладывать деньги, когда ты точно понимаешь, а что пользуются спросом, а что покупают. Тогда уже пошли, там, первые миллионы рублей. Это было, наверное, у меня года 22. По такой модели я запускала бизнесы. Какие-то удачно, какие-то неудачно, какие-то были трендовые. Вот шуба с историями, она была трендовая, да, то есть этот тренд пожил года два, и потом... Улегся. Да, улегся. Запустил продажу по такой же схеме велосипедов. Нашел поставщика, начал продавать постепенно. На следующий год от него поступило предложение, он из Казахстана. Ему понравилось, как я работаю, и он мне предложил стать его дилером здесь, в Москве. И он мне просто фурами присылал велосипеды, а я вел там достаточно активно. Зрители мои это видели. Я одну фуру велосипедов продавал за два дня. Почему? Потому что мы чисто физически не успевали разгрузить и загрузить в Газели, чтобы отправить дальше по России. Ничего себе. И это, пожалуй, был один из самых успешных твоих бизнесов вот на начальном этапе. На начальном, да. Ангелин, тебе оранжевый или серый? Оранжевый. Фига, ну ты более подготовленный, я тебе так скажу. Но мне не жалко, если что, засадить все. У меня один от Мотокросса шлем, а другой от Квадриков. Здесь есть рация, сено называется. Мы когда с мужиками гоняем, друг друга слышим. Все на месте, посмотри, пожалуйста. Кто ты, воин? Ахиллес, сын Пелея. Шикарно. Так, что, забираемся? Ты уверен, что туда стоит идти? Может, мы прямо пойдем? Я не знаю, что там. Бил оптов розничный бизнес, тех же велосипедов, спорттоваров Потом этот бизнес был продан Потом был бизнес по производству и продаже детской мебели Он тоже был продан Потом был бизнес по продаже телевизоров к Xiaomi Тоже был запущен и таким же образом продан То есть на самом деле можно по сути за год заработать денег на то, чтобы купить себе квартиру и машину Ты говоришь, легко можно заработать за год и на квартиру и на машину А вот что делать? Представим ситуацию У меня там зарплата 20 тысяч рублей, работаю грузчиком Еле-еле свожу концы с концами, работаю там 24 на 7 Но я хочу как-то вот поиметь свои деньги в этой жизни Что делать? Ни в коем случае в самом начале не нужно увольняться с работы Потому что у каждого человека есть определенные обязательства Ипотечные, перед женой, перед семьей Сначала нужно совмещать Совмещать работу и бизнес До тех пор, пока ты в бизнесе не начнешь зарабатывать столько, сколько зарабатывал на работе Или больше И затягивать тоже не нужно Я часто вижу ситуации студентов, когда они выходят уже на хороший доход А им психологически сложно уволиться с работы У нас там впредь было до того, что у нас инженер на заводе Зарабатывал 60 тысяч рублей Запустил продажу кроссовок Зарабатывает уже на них 300 Уже купил себе там Lexus А с работы все не уволился Потому что вот эта стабильность, они не хотят упускать ее Да Знаешь, на черный день такой Сейчас есть военный офицер с такой же историей Он уже год не увольняется При этом очень хорошо зарабатывает на продаже мебели Когда вы работаете в найме Понятно, что у вас времени немного Но нужно договориться с самим собой Что час-два вы должны выделять времени Для того, чтобы этот бизнес начал работать То есть волшебных таблеток не существует На вертолете максимум, кто к вам может прилететь Это какой-нибудь десантник и передаст вам повестку Это жестко Зачем черный юмор, скажи мне Ну просто люди живут в иллюзии, что завтра как-то само собой случится Что вот-вот-вот, короче, бомбанет Но ни хера этого не происходит, понимаешь? И это иллюзия Сейчас было как в старые добрые снимать влог с руки Так, стоп Для начала нужно найти ручку Ааа, где она? А вот она Да, все, нашла Я еще коврики даже не купил Серьезно? Да Даже как-то обидно наступать на самом деле Но у меня вот новые боты Так что они только-только Из коробки Взять на пристойду Вчера приехал домой И знаешь, это такие классные ощущения Невероятные Когда ты выходишь во двор Ты вчера был только пастухом А сегодня выходишь во двор У тебя стоит гелендваген, квадроцикл И этот корвет Но ты можешь сказать, что эти 8 лет для тебя Вот с момента, как ты был, грубо говоря, пастухом Они прилетели для тебя как миг Или это все-таки ты прям помнишь каждый год твоего взросления? Конечно, это был очень большой путь Непростой достаточно С большим количеством сложностей, неудач Неудачных проектов Конечно, все помню Но это было интересно А вот такой вопрос Если бы тебе эти деньги сразу свалились Ты бы как к ним относился? Ты уверен в том, что ты бы смог их так же грамотно отработать? Заложить как надо? Или ты растратил их бы впустую просто? Сто процентов я бы, наверное, распорядился ими неправильно Потому что ты сначала становишься более адекватным По мере того, как ты становишься адекватным Растет уровень дохода А если неадекватному человеку в руки попадут бабки То ничего хорошего из этого не выйдет Ну, они быстро как-то прогорят Блин, такие странные, конечно, у него воздуховоды Вот эти вот пимпочки такие А тут что? О, это открывается так Бардачок Блин, реально так странно, что мы видели с тобой на квадриках с громом А сейчас катаюсь на кабриолете Слушай, ты водила разные спорткары Как тебе по комфорту этот автомобиль? Мне кажется, он идеально отрабатывает все кочки Кстати, в этой тачке столько же сил, сколько в моей шестерке Было бы интересно встать То, что здесь 500 лошадей, у меня тоже 500 теперь Кстати, как твоя жена отреагировала на покупку? Слушай, она в восторге Я когда приехал за ней, забрал ее с дома У нас у дома есть красный шлагбаум Мы прямо по шлагбауму проехали В смысле? То есть вы не открывали шлагбаум? Серьезно? Я видела видос, который назывался так Вот как богачи накопили на своей суперкаре И чисто там Ламбо, Авентадор, потом еще что-то Макларен Проезжают просто под этим шлагбаумом Это было уморительно Сейчас мы проедем под этим шлагбаумом, не открывая его Да, это так кайфово, проезжать этот шлагбаум, не открывать его Давай вот прям, знаешь, такое четкое ТЗ распишем Первое, что нужно сделать, это определиться с нишей Определиться с тем, какой товар вы будете продавать Ну, например, у тебя тут вся аудитория, она около автотематики В каждом городе России есть авторынки На авторынках сейчас еще пользуются спросом Это магнитолы на андроиде, багажники на крыше Это фаркопы, авточехлы и это кожаные ковры в салон автомобиля И эти поставщики есть в каждом городе России У нас, кстати, вот прям недавно вышел выпуск Где я рассказываю подробно, как этих поставщиков найти Как с ними работать И есть еще адреса этих поставщиков Это все есть на нашем канале Соответственно, вы приезжаете туда и говорите Я интернет-предприниматель Как ты смотришь на то, что я буду реализовывать твою продукцию? И ты мне будешь платить вам пока на первых порах Достаточно договориться на 10% От продажи, да? Да Поставщики охотно на это идут Потому что они все работают так или иначе с агентами, с дилерами Вы для них предоставляете дополнительный сбыт Им это интересно Второй шаг Это нужно запустить рекламу Здесь все достаточно просто Если раньше там Авито Это был такой большой онлайн-балкон На котором продавали все старые ненужные вещи То теперь это площадка для огромного количества предпринимателей Через которые они реализуют свои товары и услуги Но если ты говоришь, что ты даже бизнес продал Да, конечно Если что, это не интеграция Авито Да, да, да Я абсолютно все покупаю и продаю на Авито Я Авито настолько сильно благодарен На Белорусской есть офис Я когда мимо этого офиса приезжаю, вот так вот честь отдаю Потому что благодарю их за те возможности, которые мне дали На Авито достаточно разместить рекламное объявление о продаже этих товаров Пойдут заявки И дальше ваша задача связаться с этими клиентами И попросить их о том, чтобы они приехали вот туда на рынок к поставщику Поставщик встречает клиента, делает продажу и скидывает комиссию Вот если простыми словами, ну вот так Мои глаза Блин, я просто слетела с колеи буквально вот на полметра На метр Ура! Ура! Просто посмотри на мою штанину Дорогой дневник Мне не подобрать слов, чтобы описать пули унижения, которые я испытал сегодня Моя жизнь поломана навсегда Гляньте, как мой оператор пришел на съемку, которую мы проводим в лесу Это ок или не ок? И перчатки, где твои? Мама увидит этот ролик, она точно не будет рада Как же вы допустили? Нигде не казнить! О, сделай сальто в снег Сейчас у нас будет экшн-шоу Джампинг Только не сломай! Ничего себе! На самом деле можно запустить бизнес, и это не так сложно, как кажется И этому можно отучиться за 2-3 месяца Не нужно, как в институте, 5 лет класть своей жизни на получение какой-то профессии Которая тебе будет приносить 8-100 тысяч рублей Вот мне искренне интересно, у тебя есть какие-то кейсы, вот ситуации, которых мы сейчас обсуждаем? Слушай, у нас их огромное количество Сейчас я развиваю свою онлайн-академию, где мы как раз-таки людей обучаем старту и развитию своего бизнеса с нуля И этих кейсов у нас огромное количество, мы их показываем в Телеграме, во Вконтакте У меня есть YouTube-канал И вот я недавно летал в Казань Там есть парень, работал курьером Он вообще родился и вырос в деревне Поступил в институт Ему деревня дала направление в аграрный институт И деревня, получается, ему институт оплачивала Через несколько лет он понял, что он вписался в какую-то херню А, то есть это как целевое обучение? Да, да, да Получается, устроился курьером для того, чтобы заработать денег И заплатить за это целевое направление, чтобы ему дальше не пришлось отрабатывать в колхозе эти деньги А, заработать на Юрьев день, грубо говоря Да И уйти от этого И вот он работал курьером, зашел к нам на программу И нашел производство, которое занимается производством кухни, шкафов, купе Настроил рекламу на Авито, пошли заказы У производственника есть замерщик Замерщик ездит на эти заказы Берет там с клиента предоплату Выполняет заказ и потом Ренату скидывают комиссию Он так вот зарабатывает 200-250 тысяч рублей Ему 23 года Он на эти деньги женился Он закрыл это целевое направление И он купился там керрио MacBook iPhone 22-23 года, пацанок При этом курьер Мой восторг Таких кейсов, историй, каких-то бизнес-идей Все это можете посмотреть на нашем YouTube-канале Там этого вот столько Я, кстати, смотрела ваших 5 последних видосов Но было интересно Переходите на канал Артура И гляньте, ознакомьтесь Очень интересно на самом деле Такой вопрос У нас же общество капиталистов Эмерила твоего успеха в обществе капиталистов Это деньги, как-никак Согласен ты с этим? Не согласен? Все равно надо как-то вот в этом плане Маркер свой показывать Какой у тебя был максимальный заработок за один день? За один день? Но если говорить про торговлю в бизнесе То это было как раз таки вот в велосипедах Там максимум мы фиксировали там миллион с хвостиком за один день А если говорить Тогда, когда я продавал бизнесы То это, ну, там 3, 4, 5 миллионов рублей Когда вот в день ни одной суммы приходило Это, ну, невероятное ощущение Когда ты понимал, твоя мечта в виде гелика Становится все ближе и ближе, да? Ну да Ребята, еще немножечко эксклюзива Я упросила Артура показать, где он живет Вот это его дом Здесь вот рабочий стол Голова закипела Устал Одел гидрокостюм Вышел Прошел вот буквально сколько тут? 10 шагов Я пока не показываю Подождите Просто здесь самый кайф в том, что ты живешь прямо рядом с Москвой рекой Вон живописный мост Здесь стоит огромная лодка с названием Архангел Михаил Реально, то есть ты можешь в любой миг просто сесть на гидрик и покататься Только не сесть, это стоячий гидрик А, то есть ты просто стоя на нем катаешь, да? Да, да, да А можно я покажу, как он работает? Это твой, да? Да, это мой У меня еще вон второй есть Нет, нет, это не мой, вон тот Так что летом И сколько такая штука стоит? Я брал за 700, вложил 200 в тюнинг еще У тебя здесь, вот ты живешь на первом этаже И выход на... Первый, второй этаж Первый, второй И там сверху у вас могут быть соседи Типа, это как какой-то многоэтажный дом получается? Я думаю, это такой, и там хаус, типа В этом доме живем только мы, больше никого нет Вот ради таких моментов и стоит жить То есть у вас чисто эксклюзив такой Ладно, возвращаемся обратно к корвету Давайте послушаем 6 литров V8 Артур Что-то в этом есть, когда литражик большой Какой-то такой прям басистый, вкусный Такой бархатный, тяжный выход Но доработать его не помешает У каждого человека есть определенный уровень жизни Все деньги, которые ко мне приходили Там 70-75% Всегда реинвестировал в Недвигу Покупал объекты в Сочи, в Крыму, в Казани, в Ульяновске Вот насколько это вообще прибыльный... Я знаю, что, безусловно, все наши самые там в списке Флопс-люди, они, наверное, заработали, сколотили свое состояние В большинстве случаев либо на недвижке, либо на земле Вот насколько это маржинальный, прибыльный бизнес? Слушай, это очень крутой, офигенный бизнес, но он скучный Мне сейчас может написать этот чувак в Сочи Сказать, Артур, слушай, есть новый объект Я ему скину денег и все А потом пройдет время, появится какой-то клиент, продам Херакс котлеты пролетит Ну, то есть ничего не нужно делать А тебе нужно запариваться обязательно, да, как я понимаю? Ну да, ну смысл жизни же в пути Не в самой цели, а в пути Ну если ты самурай, то да И здесь вот в том деле, в котором я занимаюсь, путь очень интересный Получается влиять на других людей На их там уровень жизни, на их уровень счастья Ты говоришь, влиять на других людей То есть тебя помимо бизнеса, связанного с торговлей, с недвигой И, ну, чем-то еще там, может быть, каким-то постепенным У тебя еще что-то есть? Да, у меня большая онлайн-академия, где как раз-таки я обучаю людей развитию Ну, старт и развитие бизнеса с нуля Школа очень большая Только штат самой команды, самого бизнеса 50 человек Все структуры, все управляющие Огромный тренерский состав Тренера, это люди, которые прошли наши программы Они запустили свои бизнесы Зарабатывают там от 300 тысяч рублей И студенты, которые приходят на программы Они попадают к ним на наставничество К действующим предпринимателям Так, можешь меня за грудь не держать, Костя? Оу, май! Ты теперь разворачиваешься в двое обратно А как я это держу здесь? Назад, прям туда Все, герем, герем Стой! Два часа позже Я думаю, что пахнет паленым Смотри, смотри Ну вот и баню нацепили На колесо Смотри, пары Ура! Дай пять Все, шикарно Теперь я еду впереди Артур сзади Очень многие люди хотят Начать Но они не то, что не знают как Наверное, вот нету какого-то мотивирующего фактора По типу Я реально боюсь обуздать свой страх И вступить в эту неизвестность Как это сделать? Вопрос в том, что люди, у которых есть результаты Отличаются от людей, у которых нет результата Только тем, что Те, у кого результаты есть Они подумали У них какая-то мысль, идея в голове возникла Они сделали А вторые Они подумали И после этого в голове начали появляться какие-то страхи Началось взвешивание И после того, как человек взвешивает Надо, не надо, надо, не надо Вот эта вот мясорубка в голове крутит После этого уходит в ожидание Что, блядь, а может быть все как-то само собой срастется Как-то само собой получится Но нихера не получится Вот если посмотреть, какая жизнь была там Три-пять лет назад Она сейчас точно такая же Через три-пять лет ничего не изменится Соответственно, здесь рецепт Он очень простой И о нем говорят все Подумал, сделал У каждого человека есть страхи Просто кто-то укутывается в эти страхи В голове их раскручивает А когда ты раскручиваешь все эти негативные последствия Которые могут возникнуть Тебя, наоборот, сковывают Ты вот показательный пример как раз-таки того Что ты просто подумал, взял и сделал Меньше думай, больше делай Грубо говоря Как бы это, наоборот, противоречиво не звучало Кто еще является примером вот такого мышления? У нас огромное количество студентов Вот можно зайти к нам на наш YouTube-канал Мы каждую неделю показываем студента Который находится в каком-то городе России Он дистанционно запускает этот бизнес Вот, удаленно Поставщики в одном городе Они сами находятся в другом городе Вот, допустим, сейчас есть 16-летний Марсель Он запустил продажу бытовок в Челябинске А сам он жил в деревне в Ижевске Рядом с городом Ижевск И вот он запустил продажу бытовок Сейчас на них зарабатывает 300 Ему 16 лет, он переехал сюда, в Москву 300, в 16 лет? Да Как его родители отпустили вообще? Ну, родители посмотрели мой канал И доверились При этом он сейчас даже не поступает Он закончил 9 классов, он никуда не поступает То есть это яркий пример, как закончить 9 классов И зарабатывать уже неплохие деньги в 16 лет Потому что институт, он нужен для кого? Институт, он нужен для людей, для врачей Для каких-то ученых Во всем остальном, мне кажется, что вся эта история С институтом уже себя изжила Сейчас можно за 2-3 месяца освоить абсолютно любую профессию И уже как бы это монетизировать Мы можем запустить такой эксперимент Взять одного человека из твоих подписчиков И я там в течение 2 месяцев сделаю так, чтобы этот человек Стартанул с бюджета 5000 рублей Запустил связку, где у него есть поставщик, где он настроил рекламу Где у него телефон разрывается от заявок И он еще при этом делает продажи, зарабатывает деньги То есть все, что нужно подписчику и зрителю моему Это желание 5000 рублей и там полтора-два часа в день хотя бы И полтора-два часа в день Кто хочет, ребят, на этот аттракцион невиданной щедрости Пишите, наверное, свою историю пусть его напишут в комментариях Они могут проявиться, да, написать свое желание Почему они хотят попасть вот в этот эксперимент И для честности эксперимента Сами же зрители могут пролайкать комментарии Самые интересные Мы посмотрим, где больше лайков У какого комментария вы и этого героя возьмем в реалити Объединяю все условия Желание 1-2 часа в день 5000 рублей И написать историю здесь в комментариях под этим видео Почему вы хотите участвовать в этом эксперименте Почему именно вас должен взять на менторство Арту И нужно поставить обязательно лайк этому видео И подписаться на Артура Ссылку на его канал я оставлю в описании к ролику Мне кажется, шикарно Как раз-таки для какой-то правдивости эксперимента Я попрошу, чтобы вы законспектировали это все на видеосъемку Как он проходил этот путь в течение двух месяцев И потом куда-нибудь выложу Прикольно, слушай, это должно хорошо получиться Мне реально очень интересно Тем более я знаю, что у меня в купичках много людей, которые прям горят У вас горящие глаза, и это очень круто Я прям на ветер подпрызнула Я прям на ветер подпрызнула ФАТАЛИТИ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ? Я сказала, что он в последний раз в Украине. Это так страшно. Я думала, что он сейчас меня обледит и все, мне конец. Все, ты его после нашей катки продаешь? Нет, я и до этого хотел продать, он не внушает доверие. Я не люблю технику, где нет ощущения доверия. Я еще раз проверила, сколько у меня жизни, и еще раз понимала, что я кошка. Вот скажи, как так жизнь распоряжается, либо сам человек распоряжается, что кто-то пашет за гроши, а кто-то зарабатывает миллионы и миллиарды? Человек зарабатывает столько, сколько ему надо. Привыкает к определенному уровню, к определенной зоне комфорта. Надо заплатить за аренду, купить еду на транспорт, два раза сходить в кино в месяц со своей девушкой. На это нужно 50 тысяч рублей, вот он и зарабатывает 50 тысяч рублей. То есть сколько позволяет его мышление ему зарабатывать? И желание. И желание. Да. У тебя есть желание гонять на тачке? Ты гоняешь на тачке? Конечно. Вот и у меня есть желание гонять на гелик? Я и думаю, как гонять на этом гелике. Потому что у нас всех объединяет, и у тех, и у этих людей есть свои страхи. Да, мне было страшно, непонятно, но тем не менее я шел, разбирался, вникал, что как устроено. Если какой-то человек добился того, что он купил себе там калином, значит, он сделал какие-то действия, у него это получилось. Значит, это может сделать и другой человек, он может это повторить. Надо брать, надо пробовать. Само собой, ну ничего в этой жизни не срастается, ничего не получается. И определенная сумма денег – это определенная ответственность. Чем больше денег, тем больше ответственность. И какую ответственность ты готов на себя взять? Там выйти на миллион рублей – какая там ответственность? По сути, что такое миллион рублей? Для того, чтобы заработать 100 тысяч рублей, нужно там продавать по одному товару, который приносит тебе там 3 тысячи рублей в день. Один в день такой продаешь – вот за месяц у тебя сотка. Чтобы зарабатывать миллион рублей, нужно там 10 таких в день продавать. Просто уравнение немного меняется и все. Так вот, ребят, насчет обещанных ништяков. Подписывайтесь на канал Артура, потому что там совсем скоро он будет запускать реалити, в котором 4 человека будут запускать свой бизнес с нуля, не имея вообще никакого опыта в этой сфере. И более того, небольшой лайфхак и читерство для вас. Вы можете посмотреть идеи для своего бизнеса у Артура на канале и запустить их в своем бизнесе, ну либо применить на своем опыте, что очень круто. А еще, ребят, что, будем разыгрывать айфон? Да, у меня есть ютуб-канал, который я хочу развить. И я обратился к Ангелине с идеей «А что, если сделать тебе несколько подарков для того, чтобы люди с твоего канала подписались на мой канал?» Одна из идей – это, во-первых, ты возьмешь на менторство человека из моих подписчиков. Условия мы уже оговаривали. А вторая идея, как вас простимулировать, скажем так, это мы разыграем 13-й айфон, 13-й Pro Max. Что для этого нужно? Условия очень простые. Подписаться на канал Артура и под последним видео написать «Привет, мы от Ангелины, я от Ангелины и ваш никнейм в Телеграме». Спустя 2 недели мы выберем победителя максимально чисто и прозрачно. В прямом эфире где-то у тебя в социальном стиле. Да, все так и будет. Да, ребята, подписывайтесь обязательно на мой YouTube-канал, там огромное количество бизнес-идей, которые вы можете для себя подчеркнуть. К тому же сейчас запускаем очень интересное реалити, где на протяжении одного месяца 4 героя абсолютно с нуля будут запускать бизнесы и показывать это в прямом эфире, как у них это получается делать. При этом они будут из разных городов России. Выберите каких-то рандомных 4 человека. Мне кажется, это будет интересно посмотреть. Ребят, спасибо большое, что смотрели нас. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал мой и Артура. И до новых встреч! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok